Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге Великие музеи мира. Мэри Шепард Грин Блюменштейн. Принцесса и лягушка. 1909 год. Дерево-масло 64 на 81. В американском штате Нью-Мексико есть маленький городок Таос. Он находится недалеко от Таос-Пуэбло, индейской деревни и племени, от которых и получила свое название. Местечко привлекало много творцов. Здесь был дом Эрнста Блюменштейна и его жены Мэри Шепард Грин Блюменштейн. Они являлись по-соучредителями Таосского общества художников. Блюменштейн поселился в этих местах в 1898 году после возвращения из Парижа, где обучался живописи. В 1903 году он женился. Пара познакомилась во французской столице, где молодая художница была хорошо известна и оказалась второй американкой и первой женщиной, удостоившейся медали на салонах в 1900 и 1902 году. Сюжет произведения, по-видимому, родственен тому, который зритель знает, как сказку о царевне лягушки и считает исконно русским. Однако, существованный элемент сказки, мотив преображения, лягушки в красавицу, известен и другим народам, на основании классического указателя сказочных типов, анти-орнея, этому сюжету присвоен номер 402. Бруклинская картина дает его интерпретацию, стилистики и эстетики искусства модерна. Красота принцессы получает вполне осязаемое материальное воплощение. Обнаженная грудь, роскошное платье. Можно только догадываться, какой диалог ведут образ и прообраз. Вот такое описание к работе «Принцесса и лягушка», автор Мэри Шепард Грин Блюменштейн, 1909 год, «Дерево масло», описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok